Современные и качественные социальные объекты, по словам Андрея Воробьева, сегодня необходимы как никогда. Благодаря успешной реализации губернаторской программы строительства объектов социальной инфраструктуры, ее положительные результаты уже почувствовали на себе жители всех округов. Особое внимание уделяется строительству и ремонту школ и детских садов. Подмосковье растет с каждым годом. Для нас это прежде всего сигнал, что нужно строить больше социальных объектов, особенно школ и детских садов. В регионе свыше миллиона школьников, и наша задача не просто рассадить их за парты, а сделать так, чтобы каждому было интересно на уроке, чтобы ребята могли посещать дополнительные занятия. В нашем округе особое внимание уделяется территориям, где наблюдается острая необходимость в новых образовательных учреждениях. Так, в 2022 году было открыто два детских сада в Кубинке и в микрорайоне «Гусарская баллада». Глобальная реконструкция прошла в здании Веденской школы номер 3. Сейчас там ведутся работы по благоустройству стадиона. Он заявлен как открытый и будет предназначен не только для школьников, но и для жителей округа. Здесь будут оборудованы волейбольная, баскетбольная площадка, тренажерные модули и возможность заниматься на стадионе круглогодично, потому что многофункциональные зоны, которые предусмотрены проектом, будут позволять реализовать все возможности, начиная от зимних видов спорта, заканчивая летними. С нетерпением жители ждут открытия самой большой школы Московской области в «Гусарской балладе». Там же появится еще один детский сад на 110 мест. А малыши и родители Одинцова мечтают о завершении капитального ремонта своего родного 10-го сада на Можайском шоссе. К сентябрю он откроет двери в совершенно обновленном виде. Здание будет совершенно иначе выглядеть, оно будет современно, оно будет так, как здесь используются и современные материалы, отделочные материалы, дизайнерские решения, которые были сделаны по брендбуку, который, в свою очередь, был рекомендован нам областью. Современный внешний вид, инженерное обеспечение, новая мебель. 14 июля началась оценка готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Специалисты проводят проверки на предмет безопасности и соблюдения санитарных норм. Всего проверку пройдут более полутора тысяч организаций. Полина Бахова, телекомпания Одинцова.